Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристина Рабина. Чем запомнили санопчанам и гостям курорта минувшие 7 дней и как эти события повлияли на жизнь города-курорта, расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. На этой неделе в Анапе проходит плановая подготовка к новому сезону. Специалисты предприятия «Зеленстрой» благоустраивают парки и скверы города-курорта, приводят в порядок перекрестки. Эта работа началась еще весной. Тогда новые газоны украсили 25 улиц. Городские власти поручили службе завершить начатое. В этом месяце еще на 25 перекрестках будет подготовлена почва к укладке нового рулонного газона. Также будет высажено более 100 шаровидных туй и можжевельников. Сотрудники «Ремстроя» работали в парке «Ореховая роща», привели к кронированию деревьев, убрали сухостой и старые сухие ветви. «Зеленый» наряд «Анапы» также готовят к зиме, подрезают кустарники и деревья, восполняют потери из-за знойного лета и высаживают новые растения. В муниципальном учреждении «Ремстроя» месяц назад сформулировали новую бригаду озеленителей, рабочих по комплексному озеленению города. На улице Мельково, напротив памятника «Три свечи», бригада высаживает туи и можжевельник, а на улице Стахановская завершают благоустройство, устанавливают новые бордюры. Работу по ремонту дорог уже несколько дней подряд на улице Заводской выполняют сотрудники ДРСУ «Вираж», восстанавливают дорожное полотно площадью 892 квадратных метра от улицы Краснодарской до Астраханской. На вооружении у дорожников немецкая техника – каток, который определяет количество необходимых проходов по новому асфальту для достижения нужного уплотнения. Стоимость работ на данном участке – 500 тысяч рублей. В октябре работы по укладке нового дорожного покрытия пройдут на улицах Лермонтова, Ленина, Трудящихся, Самбурово, Таежная, Славянская, а также Станицы Анавской и селе Супсех. Глава МАПа Сергей Сергеев подчеркивает, работу по ремонту дорог и прокладке новых коммуникаций необходимы, но выполняться они должны не только в сроке с соблюдением всех правил, но и с уважением к жителям-курортам. Специалисты Управления муниципального контроля после разгула стихии провели мониторинг территории города. Выявили земельные участки, собственники которых в кратчайшие сроки должны были привести заборы на строеплощадках в порядок. Список объектов опубликован на официальном сайте, но не все застройщики, собственники и подрядчики поспешили ликвидировать последствия ураганного ветра. К нарушителям правил порядка и благоустройства в городе применили штрафные санкции. Освоение средств из краевого бюджета и подготовку к осенне-зимнему периоду детально рассмотрели на очередном общегородском планерном совещании. Сергей Сергеев потребовал разделить зоны и ответственность между мусороуборочными компаниями и дополнительно призвал контролировать частный сектор. К административной ответственности будут привлекать и наобчан, нарушающих правила санитарного порядка в курортной Анапе. Дополнительные санкции введены для нарушителей правил застройки, в центре внимания прилегающие территории, подъездные пути, ограждения строительных объектов. Еще одна тема обсуждения на планерке – освоение краевых средств по целевым программам – вызвала ряд вопросов главы города. И по каждой проблеме Сергей Сергеев потребовал объяснений, подчеркнув в итоге, что все намеченные планы должны осуществиться и три модуля детских садиков, и служебные квартиры в участковом Витязеве, и котельная в детском саду на хуторе Красный Курган. В детско-юношеской спортивной школе «Виктория» стартовало открытое первенство городу-курорта Анапа по плаванию. На параде открытия спортсменов приветствовал начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Ткаченко. На соревнования в Анапу приехали гости-пловцы из Новороссийской Геленджика. В заплывах принимают участие более ста человек – мальчики и девочки в шести возрастных группах с 2004 по 2007 год рождения. Вот такое мы увидели уходящую неделю. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. 82 новые квартиры для детей-сирот выделят власти Анапы в этом году. Подготовка к новому летнему сезону должна начаться уже сегодня. Такое поручение глава Анапы Сергей Сергеев дал чиновникам и руководителям городских управлений. Планета ресурсов и космические возможности в Центре культуры Родина прошла ярмарка вакансий. И сейчас обо всем подробнее. 82 новые квартиры для детей-сирот выделят власти Анапы в этом году. Многоквартирный дом строится в курортном поселке Витязева. Как продвигаются работы проконтролировал глава города-курорта Сергей Сергеев. Многоквартирный жилой комплекс на улице Западной в селе Витязева можно назвать социальным проектом. В домах 132 квартиры, 82 из них для детей-сирот выкупит муниципалитет. Ответственность за стройчика сдать объект в срок Сергей Сергеев приехал, чтобы убедиться – стройка работает. Мы здесь 80 квартир покупаем для села. Я думаю, мы должны до Нового года его успеть выкупить эту квартиру. Но время еще есть, октябрь только начался, лишь бы погода не подвела. Площадь квартиры не менее 34 квадратных метров. Мэр опытным взглядом оценивает планировку. Удобное расположение комнат, балкон. Кстати, сдадут квартиры с чистовой отделкой, обои, ламинат, кафельная плитка и сантехника в ванной комнате. На территории уже проведены работы по прокладке канализации, установлена новая электрическая подстанция, прокладывают проводку, устанавливают металлопластиковые окна. На финальной стадии прокладка водопровода. Сергей Сергеев осматривает большую дворовую территорию и остается доволен. Места здесь хватит для установки детской спортивной площадок, оформления зеленой зоны и парковки. Благоустройство предусмотрено застройщиком. Рядом с домом – школа, магазин и детский сад. На соседнем участке по генплану предусмотрено строительство поликлиники. За последние годы реализации программы «Дети Кубани» такого объема жилья для детей-сирот в Анапе не выделяли. Благодаря помощи краевых властей на условиях софинансирования на реализацию проекта направлено без малого 100 миллионов рублей, что позволит практически полностью закрыть социальную очередь. Расширенное совещание по итогам курортного сезона 2014 прошло в городском театре на этой неделе. Зал был полон. Свыше 500 человек приняли участие в обсуждении прошедшего лета, его плюсах и минусах. Говорили и о перспективах, о том, что подготовка к будущему сезону надо начинать уже сегодня. О значимых цифрах для курорта и планах на будущее расскажем прямо сейчас. Руководители здравницы гостевых домов, предприятий ЖКХ и образовательных учреждений, представители общественности. Более 500 участников обсудили итоги курортного сезона. С докладом об итогах работы за лето выступила первый заместитель главы Светлана Яровая. 1 октября текущего года на территории Анапы зарегистрировали 4 миллиона 138 отдыхающих. Из них организованный сектор 1 миллион 814 тысяч, дети 1 миллион 212 тысяч, неорганизованный сектор 2 миллиона 324 тысяч. Таким образом, коэффициент для грузового предприятия золотого горного корпуса в сезоне в среднем составе 93,1%. Объем услуг за 8 месяцев составил 3 миллиарда 840 миллионов рублей. Там просто по сравнению с прошлым годом составил 110%. Полученные средства направили на капитальный ремонт и строительство дорог 52,5 миллиона рублей, 55 миллионов на развитие коммунальной инфраструктуры 40 миллионов рублей на подготовку к учебному году. Отличительной чертой курортного сезона 2014 стал его ранний старт. Пиковые нагрузки предприятий санаторно-курортного комплекса были отмечены уже в начале июля. Возрос и спрос на услуги по отдыху, оздоровлению и лечению в Анапе. Здравницы курорта вложили в развитие 2 миллиарда 560 миллионов рублей. С 1 июля 2015 года предоставление гостиничных услуг и услуг по временному размещению, проживанию не допускается без свидетельства о присвоении категории. В Анапе по международной системе классифицировано 77 объектов, в работе еще 17. Активизировать эту работу потребовала Светлана Яровая. Этим летом в Анапе работало 106 пляжей и 130 спасательных постов, на которых дежурили 590 матросов-спасателей и медперсонал. На оборудованных пляжах было установлено 215 кабин для переодевания, 175 навесов и тентов, 930 урн, 65 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. Оборудовано 98 спортивных и игровых площадок. На пляжах 30 санаторно-курортных учреждений работали 63 камеры видеонаблюдения. Из них 50 на пляжах детских здравниц. На всех общественных пляжах были установлены камеры хранения. 92 сотрудника МУПАКУ ежедневно проводили санитарную очистку пляжей от мусора и водорослей. Просеивали верхний слой песка. В уборке были задействованы 24 единицы техники, в том числе новая машина, просеивающая песок на глубине 30 сантиметров. В среде ответственных и добросовестных пользователей пляжных территорий необходимо отметить центральный пляж МУПАКУ, руководитель Дмитрия Васильевича Пабандумова, отель «Дайвер» Игорь Николаевич Абурцов, отель «Дайвер», Светлана Анатольевна Осважнен, пансионат «Кристалл» Александр Анатольевич Дмитров, центр отдыха «Сибур» Дмитрия Константиновича Игорь и многие другие. Я вас благодарю за вот такие отношения. В 2014 году в Анапе работало 25 туристских организаций по 45 маршрутам и 17 объектов турпоказа. Более 1 миллиона 770 тысяч рублей побывали на экскурсиях, прирост составил 12% по сравнению с прошлым годом. Разработана новая система движения экскурсионных автобусов с учетом транспортно-пассажирской логистики с двумя основными терминалами для стоянки автобусов. У торгово-развлекательного центра «Красная площадь» и в Витязеве. Разработать эту схему до конца текущего года – поручение первого заместителя главы. При полной летней загрузке руководители курортных предприятий Анапы нашли возможность принять граждан Украины, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обеспечив их полным пансионом, одеждой, вещами и продуктами. Ряд поручений по итогам совещания дал глава курорта Сергей Сергеев. Среди них – расторгать договоры аренды с арендаторами пляжей, которые после сезона оставили грязь. Я требую всех на время. Там, где можно расторгнуть договоры аренды, а мы сегодня уже проговаривали с нерадимыми эксплуатирующими организациями, пожалуйста, расторгайте и отдавайте на законных основаниях те, кто хорошо ухожен за граждан. Организацию сезонной торговли мы в корне пересмотрим. То, что произошло в декабре и январе прошлого года, когда, ну давайте я откровенно скажу, мне подсунули постановление об увеличении количества этих точек. Я два раза на одни грабли никогда не наступаю. Сегодня определяется достаточное количество. Мы определяем, советуемся и берем, прежде всего, в одном манере мнение предпринимательского сообщества. Она будет необходимое количество временных сезонных торговых точек и больше их не будет. И отдельно мы обратим внимание на их внешний вид. Я не говорю умышленное слово «единобразие», но внешний вид – это наше лицо, их месторасположение. Я требую убрать торговую в районе гарантии, нашли на музее. Не нужно в том виде, в котором занимающиеся половину тротуара. Готовиться к курортному сезону заранее призвал чиновников и руководителей управлений глава Анапы Сергей Сергеев во время очередного объезда города. Вот это что такое? Вы прикрепли, наверное. Вот смотрите, вот этот магазин можно привести в пример, да? Можно? Хотя тоже восторга не вызывает. А вот это что такое? Вот посмотрите, покрытие. Разве это нормально? Ступеньки, вот центр. Вот это вот быть здесь не должно. Вообще на проходных улицах вот эти вот экскурсии, они должны быть вторыми. Не должны они посреди тротуара стоять. Сейчас надо начинать. Вот мы начали, мы говорим сейчас о городе тюрьму 2015 года, дорогие друзья. Все, мы начали. Сентябрь еще не закончится. Если мы сейчас начнем и выяснится, что долгосрочная аренда, но места никто не определяет. Вот его вот туда. То есть на каждое место надо выезжать. Каждый день надо выезжать и посмотрите. Через 20-30 дней вы приятно удивитесь, что вы уже дисфокацию, допустим, по этим вот объектам. Экскурсионки вы сделали. Следом пойдет мороженое. Продолжаем выпуск. Кто ищет, тот всегда найдет. На очередной ярмарке вакансий «Планета ресурсов» работодатели предоставили соискателям актуальные предложения по работе. 34 предприятия в поисках сотрудников. В Анапе необходимы врачи, медсестры, педагоги, представители ресторанного бизнеса, рабочие. На ярмарке представлено 31 предприятие разных отраслей. Это и санаторно-курортная отрасль, образование, медицинская отрасль. И вакансии самые разнообразные. Их у нас в нашей базе до 1800 вакансий в настоящее время. А также сами работодатели принесли с собой около 700 вакансий. Вакансии для соискателей разного возраста, образования и опыта работы. Графики работы разные. Полный рабочий день, суточные дежурства, работа для совместителей и со свободным графиком. Алексей Харитонов заинтересовался несколькими вакансиями. Взял визитки и буклеты. Будет выбирать подходящую работу по условиям, графику и зарплате. Ярмарка вакансий – достаточно интересное мероприятие, которое позволяет найти варианты для трудоустройства. Ярмарка вакансий проходит два раза в год. Центр культуры Родина на время ее работы становится полем взаимодействия, удачных контрактов, работодателей и соискателей. Сегодня ярмарку посетили 564 человека. Заинтересовали работодателей солидными резюме 116 человек. Заинтересовались вакансиями 338 соискателей. Ярмарки по Дому народа проходят по России уже много-много лет. Насколько я знаю, с 90-х годов. Я считаю, что проведение ярмарок уже на протяжении более чем 20 лет и приход сюда людей, наверное, больше всего говорит о том, насколько они актуальны. Очередная ярмарка вакансий подтвердила выгоду для обеих сторон. Для компании это отличный способ привлечь новых сотрудников. Для посетителей сделать удачный выбор в соответствии с образованием, квалификацией, амбициями и материальными ожиданиями. Азы компьютерной грамотности для пенсионеров. В специальной школе со взрослыми учениками работают сотрудники Анапского центра социального обслуживания. Кроме компьютерных классов преподают правила по уходу за пожилыми людьми и лежачими больными, обучая родственников и персонал. Наша съемочная группа побывала на занятиях. Анапчанка Ольга Захарова всю жизнь работала бухгалтером. Когда вышла на пенсию, захотела изучить компьютер. И такая возможность ей предоставилась. С 2012 года Центр социального обслуживания открыл компьютерный класс, где пенсионеров обучают работе на компьютере. Занятия здесь бесплатны. У детей спрашивать, у них не хватает терпения нам объяснять. А здесь все доступно, объясняют. И мы здесь на одном уровне практически все. Поэтому очень удобно, не комплексуешь, вполне комфортно себя чувствуешь. В 2014 году по утвержденной программе прошли обучение 110 анапчан пожилого возраста. В век прогресса компьютерные технологии проникли во все сферы. Знание компьютера актуально для молодежи и для пожилых людей. В компьютерном классе преподаватели обучают пенсионеров о зампользования компьютерами и интернетом. По окончанию курса выдается сертификат негосударственного образца и методический информационный материал в электронном виде. Они очень довольны, так как они после обучения на курсах могут общаться посредством скайп, осуществлять запись на флеш-карты, на диски, переписываться по электронной почте. Обучение в школе по уходу за пожилыми людьми и лежачими больными тоже бесплатное. Для каждой семьи пожилой человек или инвалид – большая ответственность. Уход за ними нужен постоянный. Часто не хватает знаний, опыта, необходимых для исполнения своего долга перед близким человеком. Курс обучения состоит из девяти занятий, в которых рассматривается образ жизни пожилого человека-инвалида, его питание, его режим жизни и уход за телом, за бельем, за домом, за комнатой. Ну, в общем, чтобы были благоприятные условия для жизни пожилых людей и инвалидов. Социальные работники, родственники, больных обучаются оказанию первой медицинской помощи и методам контроля за здоровьем, процедурам общего ухода, знакомятся с профилактикой осложнений тяжелых заболеваний. При необходимости работники учреждения оказывают индивидуальные консультации, в том числе на дому проводят практические занятия. Сведения, которые мы получаем в школе по уходу, нам очень-очень помогают в нашей работе, потому что клиенты у нас бывают очень сложные, что им нужно оказать, допустим, какие-то неотложные меры помощи. Подробную информацию о занятиях в школе и компьютерном классе можно узнать по адресу город Анапа, улица Крымская, 181 и по телефонам 4-31-48-4-63-64. Другим темам. 55 лет – жизнь трех поколений. За 55 лет можно успеть вырасти, повзрослеть, родить детей и воспитать внуков. О том, что успел сделать за 55-летний период коллектив предприятий Анапа «Горгаз», расскажет Наталья Змызгова. По желтым трубам, как по дороге из желтого кирпича, в изумрудный город Анапа приходит природный газ. Чтобы путешествие голубого топлива по городу-курорту было безопасным, уже более полувека Анапа «Горгаз» днем и ночью держит его под контролем. В 1959-м в небольшом цехе сжиженного газа трудились 8 человек. Но как трудились? За полгода долгожданное топливо получило 909 семей. Два года спустя организовали Анапский райгаз. В первую десятилетку бурно продвигалась газификация жилых домов, коммунально-бытовых объектов и промышленных предприятий. Газопровод Анапа «Курчанская» подвел городу природный газ в 1965-м году. В 2005-м году, когда я пришел, сразу начали выполнять корректировку схемы газоснабжения Анапы. До этого схема была выполнена в 1980-м году, под генплан 1980-го года, и фактически 25 лет не корректировалась. Схема помогла привести газовое хозяйство города и района в надлежащее состояние. Сегодня в ООО «Анапа Гургаз» работает 178 человек, обслуживая более тысячи километров газопровода и 52 тысячи абонентов. Приобретаем новое оборудование для эксплуатации газопроводов, в том числе и для полиэтиленовых сетей, которые сейчас имеют распространение в газовом хозяйстве. Ну и новые технологии, связанные с автоматизацией. Мы значительно растем в своих объемах, то есть увеличиваются наши объекты, сети. Всю эту большую систему газоснабжения надо безопасно эксплуатировать. Для этого у нас есть все необходимое. Прежде всего, хотел бы отметить наши кадры. У Николая Панченко в трудовой книжке единственная запись, и это Анапа Гургаз. Все 38 лет. Пришел Гургаз, понравилось, работа полезная, нужная. То есть нашел, как говорится, свое место в жизни. Есть у нас много уже ребят, которые недавно работают. Мы все делаем для того, чтобы молодежь к нам приходила и, соответственно, продолжала наше, как говорится, начало. Юрий Каратаев, как и многие молодые сотрудники, успевает учиться, работать и перенимать опыт у старожилов предприятия. Работа в Анапа Гургаз позволяет совмещать учебу и работу. Здесь очень много наставников, которые мне все потихонечку, кто старше учителя, ну, все, конечно, постарше, чем я, уже и опыт большой. И они все обучали меня, показывали мне все нюансы работы с людьми тоже. Ежедневно газопроводу подключаются около 10 абонентов. За последние 20 лет протяженность газовых сетей удвоилась. За дело берется служба эксплуатации. В ход идут сварочные электроды и трубы небольшого диаметра, защитная окраска. Теперь еще в одном доме будет природный газ. Процесс эксплуатации, его жизнь проходит на глазах нашей службы. Серьезное, ответственное и бережное отношение наших работников к газовым сетям, а значит и к своей работе, позволяют эксплуатировать газопроводы безаварийно, безопасно и бесперебойно. Номер аварийной службы 04 знают даже школьники. Коллектив Гургаза проводит работу в городских школах о правилах пользования газовым оборудованием в быту. Если у кого-то в квартире появился запах газа, Елена Коновалова узнает об этом первой. За 28 лет работы в аварийно-диспетчерской службе ОАО «Анапа-Гургаз» она приняла сотни тысяч звонков от жителей Анапского района. Гургаз аварийная. Что у вас случилось? Какой подъезд? Фамилия? Двери, окна из подъезда откройте, проветривайте помещение, не курите, посторонних выведите. Бригада подъедет, ожидайте. Через пару минут аварийная бригада уже в пути. Утечка обнаружена, оборудование отлажено. Ежедневно специалисты объезжают десятки адресов. 20 лет бесперебойную работу предприятия контролирует директор Нина Баклина. Директор по-настоящему исполнительный, а для своего коллектива генеральный и гениальный. Она любит работу и как драгоценные бусины подбирает настоящие самородки специалистов на одну нить коллектива. Наш коллектив слаженный. Все профессионалы. Дружная семья наша, единый наш механизм. Предприятия в 2009-м и Нина Баклина в 2014-м году награждены медалью за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа. На сегодняшний день Анапский регион газифицирован на 83%. Хотелось бы довести это в будущем до 100%. В 4-м квартале 2015-го года, когда Южный поток подпитает Анапу, я думаю, эта мечта в будущем у нас осуществится. Сотрудники Анапы Гургаз говорят о работе как поэты. С рождения газопровода на бумаге проектировщика и до синего пламени газовых плит. Везде должен быть идеальный порядок. Только в зоне отдыха предприятие на скамейке пыль. Ведь сотрудникам Анапы Гургаз некогда на ней отдыхать. Предприятие принимает поздравления с юбилеем. И за работу все эти годы Анапа Гургаз можно смело ставить две пятерки. Напоминаем Анапчанам, 11 октября в Доме культуры села Витязево пройдет уникальная профилактическая акция «Онкопатруль». Бесплатный прием проведут лучшие врачи-онкологи Кубани. В Анапе такая акция пройдет впервые 11 октября с 9 до 17 часов в Витязевском Доме культуры на улице Люманная, 8. Бесплатные консультации и скрининг-обследования для взрослого населения города-курорта будут проводить 49 ведущих врачей-онкологов края. На прием иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Партнер выхода прогноза погоды – магазин текстиля для дома премиум-класса «Махровый рай». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Алые паруса, цветущая сакура, летний сад и миллион алых роз. Возможно ли это все сразу? Да, если вы в магазине «Махровый рай». Белье для сна и дома – приходи, выбирай. Это все «Махровый рай». Теперь по новому адресу. Торговый центр «Рио», улица Горького, 18. Напротив стадиона «Спартак». В субботу, 11 октября, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 19,21, ночью до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 14 градусов. В воскресенье, 12 октября, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 19,21, в ночь на понедельник 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 14 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи 4 квартал 2014 года. Телефоны 48 300 и 48 333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова